привет ребят хочу поделиться своим опытом как я собрал небольшой токарный станочек станок собран из того что валялась гараже поэтому здесь если кто-то хочет супер станок который там куплен из половины запчастей магазине потом просто это как конструктор скручено то это видео не про это валялась меня много всего в том числе был вот такой вот электродвигатель его мощность 0 6 киловатт он от насосной станции насосная станция вышла из строя вот такой двигатель остался крутил я вертел думаю что с ним можно сделать потом решил что небольшой токарный станок мне бы не помешал честно говорю видео в интернете не смотрел просто взял сварку сварка у меня вот простая электродная электроды даже не покупал электрод вот два с половиной тоже были в наличии поэтому ему варил значит смотрите наверно изначально покажу как он работает да потом уже сделал такой небольшой обзорчик что к чему и как к нему прикручено приварено предусмотрел здесь значит сразу две кнопки одну перспективную может для чего-то одна это включение так вот нажимаем все пожалуйста станок работает закрепил я его вот такими вот щипцами пластиковыми продаются они леруа мерлен недорого стоит станок очень легкий и вот поднимаю просто одной рукой даже не знаю сколько весит ну не знаю сколько весит но думаю там не более даже может 20 килограмм значит сейчас покажу да как он точит потому что чтобы было более интереснее смотреть а то вдруг не работает да я тут показываю рассказывать смотрите что я собрал что-то я я и и и и и и отлично ребят я думаю нам под силу будет сделать любую деталь теперь смотрите ребят расскажу немножко про станок как он сделан значит здесь винт кстати обманулась единственное что я покупал это винт не помню какого он диаметра рукой можно откручивать система простая какая заготовка у нас получилась красота все ровненько все красивенько значит все просто у меня система такая поздняя как она называется или саночная значит вот так сделаны сани то есть вот от нас кользя сейчас я вам покажу сделаны вот такие вот сани под так называемую заднюю бабку как будет видно то есть вот они здесь у меня некрасиво проварено вот одна вот она одна санка пошла вот она другая то есть вот эта вот бабка вот она она под ней уже бегает в этой бабке тоже сварил я ее из двух профилей то есть взял порезал здесь по диамету вставил чтобы она вот так вот могла по ней бегать раз 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 здесь две гайки варил вот она одна видно здесь варил вот одну гайку с этой стороны варил другую гайку все вставил винт винт приварил так же две фтулочки чтобы он стоял на месте и здесь нашел там железячку такую все вот так вот он можно крутить нам и она уже будет двигаться куда нам надо все и она пошла здесь для удобства можно даже ключ использовать вот такой вот ключ у меня вставили и вот так вот все крутим куда нам надо значит с другой стороны патрон вот шуруповерта с анонсами шуруповерт валялся патрон значит здесь он тоже по резьбе мне не подходил что я сделал сюда варил гайку вот она гайка и к патрону все правда оцентровал потому что идет эта гайка от тормозной системы она там образно со штырем этот штырь туда вставил по-моему варил так сказать оцентровал в станке в токарном это уже такой второй мой образец так сказать когда давно делал не знаю что вообще плохо получился и бросил это дело ну там еще от двигателя много зависело ставим это на место там много от двигателя зависело а этот уже такой решил и в общем в чем дело вот когда делал старые у меня не попадали центра то есть вот это вот и вот это вот у меня не совпадали там немножко вот это главное чтобы здесь была центровочка вот смотрите весь станок собирал взял станину железную вот она и все с рулеточкой с угольничком все аккуратно чтобы везде 90 градусов миллиметров в миллиметр попадать значит ближе к делу вот это вот сейчас все таки докручу не поленюсь главное так вот раз 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 кстати будет видней хоп-хоп-хоп проблем нет вот здесь вот главное вам попасть в центр это ваша единственная задача чтобы это успех так сказать станка токарного самодельного чтобы вот эти центра совпадали в общем сварил я его из профиля сейчас померяем с вами так сейчас померяем это получается 2 не 2 с половиной да получается 3 на полтора 3 на полтора толщина его значит сварил сначала вот эту вот конструкцию взял два профиля исходил просто из длины стола один кусок второй кусок здесь перемычка одна вторая перемычка под двигателем третья значит три перемычки все вварил напоминаю варил все полугольник варил сначала сделал каркас потом варил две вот таких вот полозни по которым бегает задняя бабка заднюю бабку также собрал из профилей здесь у меня их получилось даже так вот раз кусок два кусок третий четвертый и взял значит вот этот у меня подшипник валялся тоже он валялся от помпы по-моему девяночный подшипник я его взял поднес сточил прям так вот зажал поднес и сточил его на конус потом взял трубку разрезал ее вот так вот разрезал вставил туда подшипник этим разрезом вниз и потом уже обварил ну славчик я плохой как я вам уже сказал или не сказал поэтому тут ребята умеете варить значит умеете если не умеете то учитесь все равно все получится значит дверь я так же приварил почему приварил потому что прочность должна у меня старый вот был на болтах была какая-то вибрация ну здесь уже не принципиально и я не стал мучиться делать заднюю опору поэтому сделано у меня так дальше передняя бабка не передняя бабка а передняя так сказать опора для стамески она мне не очень нравится как я ее сделал есть намного лучше вариант ну честно говоря я поленился потому что все-таки станок у меня для чего там потерялась у ребенка шахмата он говорит папа там сделай мне шахмат а как я ее сделаю сидеть вырезать поэтому думал ну пусть стоит почему значит этот рычаг вот так вот нажимается и вот эта бабка и вот эта вот передняя станина и вот эта передняя станина двигается насколько нам ну так сказать надо ближе дальше опять же это значит этот рычаг у меня от сидения то есть это нижнее полозень по которой сидение бегает и здесь кусочек отрезал вот так вот получилось что еще рассказать все очень просто и легко а не сказал с чего вот это вот у меня вот это у меня тоже ребят при разборе шуруповерта осталась такая штука вот она и я ее прям сюда в патрончик зажимаю если вдруг вы вот купите патроны или не будет у вас какой-то другой ребят вот сюда очень удобно ставить первое сверло обрезаете и вот этот кусочек который остается маленький сюда вставляете он тоже классно держит заготовки не знаю что вам еще рассказать все легко и просто давайте может еще немножечко поточим очень интересно вспомнить уроки трудов вот такой подсвечник у нас получается думаю станок выполняет свои минимальные задачи стружки куча летит значит ребят кому будет интересно как из ничего собрать какую-нибудь полезную штучку дрючку подписывайтесь на канал будет много еще чего интересного до новых до новых Продолжение следует...